здравствуйте друзья у нас сегодня гость леонид михов я думаю что так все знают но раз уже такое дело то значит вот представляю леонид работает на траке и заехал к нам в офис по пути с сакраменто на сан-диего думает хочу не заехать семью взял у нас тут вот ренат скорее на скажи привет привет но так не громко вот олеся олеся там с камерой вот тоже нас снимает параллельно жена блогера друзья это не просто жена это сподвижник вот так можно сказать ну что же вы до трака чем занимались всем привет надо драка я занимался в америке ли в моду я приехал из молдовы вообще ну давайте давайте всю жизнь вот жили вы в молдове никого не трогали учились там где-то кида учился на радиомеханика где-то в школьные годы это 8 9 класс 7 класс меня заинтересовала радиомеханика радиоаппаратура детали почему я почему механика не радиоэлектроника радиомеханика то есть отверткой крутить что профессия назвалась на кого я учился я привык почему-то механик и в общем это платы паять транзисторы резисторы такой молодой когда же вы там резисторы транзисторы у меня сосед сережа да он занимался я постоянно бегал мне было интересно я просто сидел и наблюдал просто я сидел наблюдал и как-то ну ко мне прилипло меня это заинтересовало даже попросил дать мне задание он мне писал на эти кратки что называется что для чего я это учил это второй клиент как как тараклия 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 греческое название какой-то болгарский там основная численность это болгар болгаржут это где на юге молдавии там где вот гагаузы и а потом уехал после 9 класса в россию и поступил хотел на автослесария поступить поступил на поступил на радиомеханика продолжил так девочери в россии обучился город поселок запрудня талдомский район московской области какой район талдомский район московской области мама это где же такое учились вы на радиомеханика это в общем радио телемастер в подмосковье надо так потом что потом я там же остался работал немного потом поступил в университет институт маме автомеханический даже не помню как он там это расшифровывается на московский авто механический институт да конечно поручился может месяца забросил потом их в молдову там устроился на работу на завод металлокерамический изготовление металлокерамической плитки там проработала не знаю может год на всех но на всех должностях удано в должностях там начиная прессовщик и глазуровщик киповец вы все знаете про плитку можно так сказать но не все но то где вы были что встретили на стоит в молдове но хотя она родилась в красноярске в россии и к теплу потянуло да они потом приехали в молдову жить по их обстоятельствам там родители в общем и где-то в 2008 году может 9 не помню все они всей семьей решили уехать красноярск жизнь обратно и уехали да а я на тот момент а я забыл самое главное сказать я четыре года проработал на телевидении в армии не служил на телевидении молдавском да так а что вы там делали работал был как все мы все за все за сами блин короче все должности все должности монтажер оператор поддерживал там студию в общем уже снимал а еще и снимали тоже до монтировал поздно какой-то серьезной камере или как ну да вот тут нам пару дней назад приезжали ребята из киева из там новый канал передача абзац я посмотрел как они снимают значит у них с собой был благого прошка и у парня был вот тоже аппарат такой но может быть похоже на ваш но такой по размерам такой типа вашего таким большим объективом и и все то есть вот я думаю надо же как я всегда думал что телевидение снимает на пире кто такой агрегат а не того на плечо там таскают там какой-то грузовик сейчас технологии меняется я еще работал в библиотеке в информационной как бы ну скажем не в понимании там где книги да где стояли компьютеры конечно конечно да и некоторое время не помню может полгода даже был момент я вспоминаю я обучал людей компьютерным программам это word excel и то есть у вас была многослойная такая жизнь в америку вы как попали в америку я выдал грин карту давно было дело три года но 2012 год на 2011 мы выиграли в 2013 в декабре мужик ну подойдет но то есть она такая может быть маленькая совсем вы сколько вы женаты то с 2009 года на 2008 со школы что ли можно сказать боже сколько сил это было и было когда мы стали жить вместе начала и было почти вот месяц до 18 а то есть вы давно вместе но она уехала в красноярск жить они уехали я уехал в москву и мы соединились она приехала ко мне в москву и мы уехали вместе вдвоем в молдову и там расписались мы в общем так скажем мы пошли на такой шаг когда мы сами все решили как будет что будет и мы этого хотели не советую с не с родителями ни с кем ну хорошо хорошо так ладно надо что ты против подадите но вы выиграли green card уже были вместе там чуть ли не пять лет так получается а вы выиграли или олесе я и вы а вы хотели в америку мой брат родной очень хотел мечтал и благодаря ему мы заполнили green card а брат как брат но брагер дома понял ну ведь как бывает брат так хорошо значит выиграли и вы себя сказали ой она нам надо или как было но первое впечатление когда мы получили письмо мы обрадовались потому что все-таки что-то выиграть и такой большой ну как бы на такой не за размерами скажем то все мы решили ехать по-любому америка у вас кофе остынет вот она потом есть сахар и палочки я для размешивая я ну скажем так новая жизнь американцы вам хотелось эйфория такая вот такая вот умереть фильм а номер большой захотелось его даже никогда не видел номер нет но хорошо просто мы выиграли через людей которые из нас заполняли которые участвовали кидали наш анкету восемь лет подряд и на вас это бизнес какой-то было и но получилось так что можно было без них сделать и что я сделал понятно и поэтому номер не видел и да можно запросить конечно хорошо приехали бы сразу в сакраменто или еще где-то были приехали в северную каролину город решил ну как там нормально природа красивая горы все четыре все четыре климата сезона есть хорошо 8 хорошо в принципе казалось бы там должно быть жарко там северная каролина как бы теплое место именно это место где мы жили там в горах находится и под и забор да и там не такой влажности скажем если средний город или средний штат нси может не знаю все некие города за горами находится на мой взгляд мне там показалось скучно хотя может быть это мнение было ошибочное на тот момент все-таки мы там прожили три месяца и еще даже не успели толком ничего понять на четвертый день сразу вышел на работу и пошла такая рутина рутина трудовые будни так а что делал то работа на стройке хитрин кулинг устанавливает кондиционирование так но вы до этого не занимались этим то есть вы там подхватили не занялся олеся чего делала лисе думаю просто с ренатом сняла хорошо ренат на тот момент был полтора года что ли маленький ну что же хорошо так давайте освоить тоже на всякий случай когда в классе вот так ведешь урок у кого-то зазвонил там и тут же все бегут и значит там раз и отключают это как в одного зазвали во всем сигнал три месяца побыли чет вам не понравилось скучно да скучно мне не боролось тем чем я занимаюсь и принципе перспектив я не видел но я уже в какой-то момент в какой-то момент я уже хотел быть водителем быть водителем это вас кто-то надо уже из молдовы а то есть вы заранее насмотревшись хоть и водителем хотел быть и может быть тестером у меня близким и блогеров насмотрелись да я насмотрелся как ехать в страну ну да да без закачивания заниматься а есть блогеры там которые так с дороги все время рапортуют красиво так может сидит высоко так дорога перед ним так он там сидит хорошо романтика ну я понимаю что тяжелая очень работа потому что у меня бывают иногда студенты которые водили трак и я вот как бы какие-то вещи у меня отложились из их рассказов но вот например если хочешь зарабатывать нормально нужно по 12-13-14 часов день сидеть за баранкой я думаю нифига себе это ты без здоровья так останешься были люди которые уже постарше там они за сороковничка вот туда они говорят сил нет теряю здоровье как я не могу там семью не вижу там еще что-то разные всякие жалобы но действительно получается ты приехал и как бы не ну толком ничего такого но ты уже можешь там свои 60 70 80 тысяч там сто иногда зарабатывать ну да тяжелый труд ну да там в дороге но уже можно зарабатывать да и довольно неплохо сравнению скажем с другими каким-то строительными специальностями или или может лень учиться или нет или кому-то просто нравится не ну мужской такой сидишь баранку крутишь нормально там я просто можно там же квартиру целая машин там да вот чуть чуть меньше ваш кабинет ну потому что можно жить даже я скажу есть строки даже больше ваш кабинет кастома кастома да но это имеется ввиду что двое едут да то есть они там есть двое есть семьями есть один в соло в общем по-разному но просто место много на на случай если там едет несколько человек один спит другой за баранчик такие вот большие спальники делают семейные темы которые скажем это семейный бизнес и муж и жена не уже знаю что они будут и жена должен своих дарят будет ездить а дети дети я не знаю в основном это американцы то есть такие прям муж жена оба водят на то есть они хорошо зарабатывают это стиль жизни они не тратят денег практически на жилье но но я либо как они тратят деньги то они все время едут и у них даже нет у них домика нет того нет всего нет вот как же они тратят деньги но я как-то думал об этом я думаю либо у них их дети где-то учатся они оплачивают работают на их учебу либо на их маски то нужно может просто выплачивать свой дом для старости или есть какая-то мечта то может но это люди которые очень хорошо зарабатывают они могут там за год себе купить накид за наличку могут дом купить там в недорогом месте но большинстве случаев как мне кажется это люди для них это стиль жизни они тратят все деньги в свой трак потому что чтобы такой трак содержать и и выплатить такой трак он стоит очень дорого на сколько уровне 200 200 тысяч если мы говорим про кастом я-то думал то есть если я слышал что трак можно купить там за 60 за 70 ну можно был а плохо был нет неплохо но тогда уже ты как бы больше зарабатываешь а если ты по найму работаешь вот вот разница между по найму и по найму сколько денег по найму и не могу сравнить дать правильную оценку может я не работал но по разговорам бывалых так скажем мне скажу я так думаю еще плюс столько же сколько зарабатывается я буду даже вдвое больше но там расходы добавляют да там и расходы может даже не вдвое может в полтора раза ну как ну как в раз еще в пол раз ну да и да там расходы больше больше каких-то переживания в плане с бизнесом а вот скажите такую вещь а так так к блогерской части перекликать то есть вы в какой момент решили что сейчас вот буду снимать решила еще в молдове то есть вы досмотрелись думать все я привет тоже буду снимать нет я читал большинство блоге это текстовые текстовые блоге по видео в основном это вот помню ваш блок был еще был одного парня дальнобойщика данка транс данка транспорт и еще там парочка вот саша хвостович хвостович добыл еще там дима тоже вас учился шишкин шишкин да но про green карту в основном никто не рассказывал именно по green карту эту часть еще как мы выиграли в этот момент он был единичный не единичная был как бы эксклюзивный материал так скажем позыв был сильный да я хотел сказать еще с молдовы начать блоки было сделано а вы в машине прям снимаете вот так редко но у есть возможность как бы зацепить прицепить как-то вот она делается мы начали до снимать с молдовы и потом вот тема водительская по трак-драйверу тоже не было темы я показал это как сдать на сидел сначала пути до конечного результата заводин заклините звезды да не имея никаких до этого навыков вождения кого-то большого а сложно такую дорогу водить большую нет или сложно там парковаться задом хоть подъехать там пары к бою какого-то нет несложно на именно даже сложнее легковой автомобиль после этого я кстати сейчас работаю по месту полуклы основная летом ваш ваша 150 миль не очень далеко выезжаете да я часто было а вот я помню когда вы так начали этим заниматься я несколько раз так на в разных ситуациях знаете как когда может быть у вас тоже самое когда зрители что-то такое хотят сказать они часто дают ссылки на других блогер и я так несколько раз натыкался и у вас очень красивые были картиночки и вообще как-то в техническом смысле у меня было ощущение что либо вы должны много времени на это тратить либо где-то должны заказать на стороне потому что я явно там большой расход времени или просто может уметь как надо конечно же но вы когда скажешь на телевидении работали а потом может вы давно учились на то есть вы сами все это все сам делаю ну у меня да есть навык скажем одно видео очень быстро сделать я не знаю сколько вы тратите на это время я вообще не трачу я просто раз вы все потому что я не умею я не могу сделать красивую картину о там картинку я где-то нашел там на гугли бросил и пошел я я не могу время тратить вообще то есть если бы я умел может быть я бы и там тоже как-то но одно время у меня внучка саша моя бралась делать по доллару вещь делать мне иконки там фотошопе но и потом ей надоело там она куда-то и чем-то еще увлеклась натуротворческая вот поэтому я просто стаскиваю там видео для меня это скажем я уже давно бы так собрать а чего почему нет нет но что-то вас удерживает держит то что мне просто нравится этим заниматься ну подождите то одна страна с другой стороны у есть же какие-то люди которые ждут вот есть люди которые ждут и каждый день они смотрят нет ли нового и для них очень очень хочется что-то сделать тоже первое время прямо вот очень хотелось отдать больше отдать сейчас такой момент когда семья жена ребенок и происходят такие вот моменты когда вот ты думаешь либо сделать видео людям отдать либо отдать своему ребенку что-то не но ребенку надо тоже но важно помощница спать она с камерой но так молодец не жалуется так она не говорит ой опять да вот что-то кстати у меня две недели уже видео не выходила и как-то вот поле мере когда чего-то наладилось в плане семейной жизни как не даже наладилось не прямо так все плохо на это а бывало что прямо каждый день там через день все ты уже составить youtube там давай там с нами поселили идем там погуляем хотя подписчики думают что я очень много семья времени постоянно ездим ну короче так снега вот вы часто это такое предприятие идите в сан-диего вы же все время вместе а мальчик он любит так вот из машины там смотрите он любит от машинки вообще да любит машинки любит ездить любит в машине поспать любит в палатке любят за эти всякие движения хорошо мне очень такой пацан такой постоянно провоцировать давайте давайте едем мы недавно с кемпинга вернулись две недели бы назад на кемпинге ошенков а почему он в очках такой маленький уже в очках что случилось зрение наверно с рождения там плюс-минус что то есть и но она как-то улучшается потихоньку это недавно мы это обнаружили он говорит что он вроде лучше лучше но мы недавно это обнаружили знаете она когда маленький ребенок уже не понимает как должно быть как есть и поэтому даже не могли проверить а заметили как я не знаю может кому-то это пригодится конечно не хотелось бы он косить начал допустим там что-то 13 смотри там 10 на подъем он не может сфокусироваться зрение как будто у него начинает носить и вот катались и заподозрила что-то здесь нет у нас был случай мы пошли к знакомому они недавно приехали и у них девочка была ну я не залить 7 может быть 6 и я смотрю что на нее все время ругаются а ругались они за то что она подходила к телевизору и загораживала им то есть она не смотрел телевизор вот как всех там где-то она подходила вот туда в экран и свет моя говорит послушайте как так она же видит плохо как она видит плохо чего она видит это когда вы с ума пошли к срочно к врачу ребенка вообще и сделали очки и действительно оказалось там неважное зрение так далее но потихоньку выправился на вот сейчас уже наверное лет там 20 и уже ушло и очки уже не было лет когда она же 0 5-6 но это было видно она подходила к экрану вот так в принципе да я сейчас сказали я вспомнил когда бывало что мы включим мультики и через ноутбук допустим да и он пытается все не через планшет и он пытается его ближе к себе потянули и мы ему это ринарина так близко но тот возраст он просто не понимаешь же ну конечно да если киево врачу повести там у него спрашивали он диалога не будет ну тоже может быть да нет врачи детские врачи они как-то умеют наладить во сколько в четыре года где-то получается вот наружили это кстати вот эти вот очки он получил бесплатно но страховки если кому интересно а вот страховка вот вы тракер а ну вы по найму работаете то есть у вас страховка от нанимателя от работодателя на здоровье да нет у нас страховки у нас я как self-employer сейчас в этом зажимает рамки все больше и больше с каждым с каждым в три года назад было вообще по-другому сейчас уже по-другому и как self-employer я должен думать сам за себя хорошо вот такой вопрос я постоянно читаю в таких как бы финансовых серьезных таких изданий более-менее серьезных они пишут о том что вот эта тенденция к замене водителя там роботом она довольно скоро придет уже и в коммерческие грузовые перевозки и что там но вот но вот как-то уже все так полным ходом идет такое у вас вот в среде вот вот в этой среде обсуждается это или как никто внимание обращает вот что мы будем делать через пять лет если действительно так станет бывало что обсуждалось обсуждается но скажем бывало и так я себя не считаю бывалыми ли это это и не заморачиваясь по этому поводу потому что от меня ничего не зависит и как бы все равно рано или поздно к этому придет я думаю хорошо на ваш путь какой вот вы относительно недавно приехали вы зарабатываете денежку там на траке вы скажем если если бы можно было там еще там 40 лет там 30 лет водить рак вы выводили трак или вы понимаете что в какой-то момент должны на что-то переключиться и вот олеся вы тоже работать надо захочет но я уже думаю переключаться и уже переключаясь потихонечку но пока не получается в полную меру что вы будете делать что буду делать уже делаю уже делаю сайны сейчас купил себе плоттер для производства стикеров декал сайнс бизнес-то бизнес на стены на стекла клевет вот такое все там деньги есть какие-то заработать можно что-то можно но это очень тоже тяжело и надо вот работать работать и и пока не получается не за есть какие-то заказики но они очень минимально так тоже неплохо в принципе потом в принципе для чего есть часть для чего я к вам приехал хотел поговорить по этому поводу насколько реально ли человеку с водительскими знаниями или оттуда перескочить сюда в тестеры в компьютерный это реально но просто это труд от труд определенные то есть вместе чек перескакивал из математика там в тестеры то это как бы один объем усилий если он из там не знаю но вы вас нельзя назвать truck driver вы все-таки такой как бы изначально человек технический потом уже на вас там накладывалось что-то но у вас фундамент был заложен в то время что в общем-то не так и плохо то есть как бы это определенное видение там как бы взгляд на вещи там и так далее плюс вы делаете видео вы делаете картинки вы делаете обработку то есть вы в принципе хороший пользователь по идее может быть не любого софта но какого-то софта скорее всего вы какие-то виды программного обеспечения знаете достаточно глубоко скажем не как вот такой пользователь который там ну просто силы сделал вот поэтому у вас есть некоторые тоже называется transferable skills как бы переносимые навыки но дальше это вопрос просто времени усилия это вопрос того где вы находитесь географически потому что если например вы захотите это сделать в кремниевой долине вот искать работу следующую то здесь просто соотношение спроса и предложения существенно хуже чем там скажем в очень многих других местах таких как ну скажем в лос-анджелес намного лучше лос-анджелес сан-диего там orange county вот там намного намного проще с этим просто конкуренции нет людей почти нет там может в два раза меньше работы но там в двадцать раз меньше людей поэтому от этого зависит примерно то же самое но скажем вот тот же сакраменто там может быть нет столько работы в тестировали какая то есть скажем я полгода назад смотрел какой-то обзор где где больше платят айтишник и там было написано что в сакраменто платят процентов там на 12 на 13 меньше чем скажем сан-хосе но в сан-хосе ван бедрум стоит 2000 а у вас может быть за тысячу можно взять правильно за 1000 хорошие хороший конечно поэтому я и говорю что совершенно другая покупательная способность денег поэтому ну допустим 115 тысяч тут это намного меньше чем 100 тысяч там сакраменто но тут еще другой момент здесь вы будете на эти деньги жить в съемном жилье там вы на эти деньги будете жить в доме собственном больше того съемное жилье которое вы себе позволите на эти там 115 тысяч это не будет дом это будет квартира потому что дом это уже там тысяч пять месяцев заплатить но это уже там совершенно другой совершенно другой расклад денежный поэтому все равно народ рвется сюда и мы видим что они приезжают 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 но в общем то мне кажется уже как-то перешли мы ту черту когда реально есть смысл и можно приехать пару лет поработать куда-то уехать опыта набраться например но найти первую работу сегодня проще не здесь поэтому когда ребята откуда-то приезжают они как быть я говорю ну учитесь пожалуйста значит учитесь выпад на практику пойдите вот но работу уже легче если это где-то еще искать я тут пару дней назад было на тренинге в сан-франциско знаете владимир герасичев слышно чем учит саморазвитие в общем ну там много было ваших студентов саморазвиться хотят там даже знаете там не то что в плане бизнеса ну и в бизнеса идет в нынешних или в прошлом в прошлом которые здесь работают и в принципе а кстати недавно вот кстати пару дней назад я с человеком ознакомился он только получил работу кажется в google ребята уже два года в принципе тут и говорят ну очень неплохо они очень довольны очень у них в принципе я понял очень хорошо даже здесь после вашей школы но и встречал такие отзывы которые но не могут найти работу этого про это процесс так и это тоже надо уметь как бы делать значит для того чтобы найти искать работу найти работу искать работу значит нужно не делать это самому нужно делать это со мной и я когда вот все время там сижу целыми днями там в рекрутерских приложениях я вижу как наши ребята это делают вот ищут работу я у меня сердце кровью обливается то есть им им дали информацию им дали материал висит на видео ну сделай ну хорошо но придем я там ну покажу и мы поправим поэтому искать работу это не просто хотеть найти работу искать работу это выполнять определенные действия еще работа не в этом дело ты должен быть как сказать good enough понимаешь ты должен быть в состоянии искать работу если ты не можешь выполнять последовательно и аккуратно данные тебе инструкции по поиску работы ты обречен это гарантия вот если ты мне скажешь я не буду этого делать это будет своим путем этим расписку там что ничего не найдешь надо уметь надо делать правильные вещи конкуренция большая люди вокруг чтобы обойти конкуренцию надо выполнять определенные движения если ты этого не делаешь тебе хана ну вот скажем мне сейчас 32 года и за всю свою жизнь я никогда не искал работу вот на протяжении всей своей жизни в принципе работа находила меня и мне я скажу мне тяжело сейчас написать какой-то резюме или я примерно представляю чем вы говорите но я никогда этого не делал для меня это будет очень тяжело у нас студент не пишет резюме мы ему пишем резюме 1 2 как мне быть над таком как я какую работу искать но за том что вы говорите если это мой студент например да мы мы ему пишем резюме он не должен его сам писать мы его пишем резюме но дальше это резюме должно определенным образом использоваться ну допустим ему гайту должен повесить это резюме там скажем создать профайл там и когда ты создаешь профайл нужно определенные вещи в нужном месте написать потому что если ты этого не сделаешь то когда рекрутер ищет а я все это вот как рекрутер еще и смотрю как рекрутер ищет ты не выйдешь наверх теперь соответственно звонить не будут соответственно ты вот будешь ходить и кат вот нет работы или там что-то еще дальше алгоритм который у нас есть он говорит ты когда по резюме повесил смотришь видео там все рассказано повесил приходишь ко мне appointment не нужен просто пришел игрешь миш я раз открыл посмотрел я бы тут 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 подправить но если ты не пришел все вот человек который не пришел он уже почти обреченный во первых потому что он не в состоянии элементарные шаги выполнять у меня люди он в онлайн учат лап 600 человек год ну так они скайпе пишут пишут посмотрите я только что повесил я иду смотрю ну напиши ну позвони ну 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 сделай шаг какой-то причем в этом видео которое там есть там прямо по шагам расписано там написано повесил вот так 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 повесил шаг следующий значит идешь михаил получаешь одобрение поэтому как бы сказать если еще раз если чек простые вещи которые ему сказали делать делать 1 2 3 4 все расписано но если он не в состоянии но действительно есть люди они не в состоянии у них все время какие-то мысли они собирают негатив негатив лишает их всякой возможности что-то делать с одной стороны с другой стороны негатив дает человеку оправдание почему он не делал ничего потому что он будет а что я буду делать когда это нет то нет работы нет того нет все в индии ушло на роботов заменили там и и так далее это позволяет ему вообще ничего не делать и дальше он как но вот еще работы нету искать работу это это не не то что вот он там два резюме послал и говорит нет работы искать работу это выполнять определенные действия достаточно времени приходится дать меня срочно работал буквально там две недели обречен как только ты грузишь процесс поиска работы вот этим вот за две недели нет возможности такой ты гостя ищу работу сколько займет столько займет значит речь идет о кардинальном изменении жизни кардинально поэтому когда пройдет там скажем три-четыре-пять лет кто вспомнит он там месяц искал работу или три это неважно сегодня конечно это важно сегодня он хочет быстро прошли есть вася который нашел за две недели а есть коля который пошел на на практику его там оставили он вообще работы не искал у меня знакомая тоже нашла работу после вашей школы ну еще раз выведет но меня знакомый-то за две недели нашел вы видите миша как же так вот он же нашел за две недели но вышло так а другой приходит и говорить миша вы же васю послали его же там прямо и оставили так вы же меня пошлите а я же не знаю кого оставят больше того пошли три человека одного оставили двух нет понимаешь как бывает поэтому как только ты говоришь я сам не могу работы нет того нет этого нет ничего вот пусть меня отведут и так далее я на самом деле когда вот рассказывал о том что важно где ты физически находишься это тоже вот из этой области потому что если ты вот тут находишься тут сложнее получить интервью а если ты как где-то в другом месте проще поэтому степень открытости ты можешь сказать я ну хорошо там я на три месяца поеду в лос-анджелес я сниму там комнату будут три месяца ничего страшного там нет ты не уезжаешь на всю жизнь ну так ты поехал на три месяца но если ты реально хочешь что-то такое сделать у нас есть ребята приезжают из других штатов вот они боже у нас из нитчерси из нью-йорка из из флориды полным-полно я уже не говорю там лос-анджелес сан-диего начали едут на полгода сюда и потом обратно там еще там свою работу то есть люди вкладываются по полной поэтому у нас самые успешные группы эта группа вот эти full time которые из приезжих формируют они уже такую планку взяли понимаешь что их вообще остановить нельзя а если ты говоришь ну я вот там я поищу там как-нибудь так очень важно не не делать это самому очень важно быть вот вот в команде как бы со мной после школы не закрыться да ну надо быть в команде так с людьми которые и приободрят так и направят и значит от ошибок тебя огородят и так далее но если ты сам и ты не умеешь и а еще кого-то слушаешь а насчет языка ну надо надо владеть сейчас такое время когда у меня все мы все владеют более-менее кстати вам привет да от кристины фамилию кристина или христ и на кристина кристина у нас есть у нас еще христ и из инструмента хорошо так что пример как человек допустим из которых хочет думает пойти по мучиться и но сомневается своим английском и как ему проверить себя есть две категории людей сомневающихся в английском 1 категории люди которые реально не в состоянии ничего и люди которые на себя наговаривают английский не говорю но если который абсолютно функционально если вы хотите можем да там два слова по-английски сказать я вам скажу что у вас за английский насколько вы хотите это давайте попробуем ну давайте давайте по лидеру поймал ты болтарскую скул асинке и и шкул из его и фрэнли but how did you learn about existence of the school it was four years ago ну хорошо смотрите значит первое вы не сразу на слух хватаете так то есть я вас спросил там как вы узнали о школе вы видите школу friendly ну не суть значит раз второе вы немножко так притормаживаете у вас слова они не льются а так они буксуют ну вам тяжело придется потому что не в классе в классе вы справитесь то есть вы на слух поймете не вопрос но когда нужно будет интервью проходить у вас будет затык потому что прежде чем еще попасть на интервью это же будет какой-нибудь индус вам позвонит и что-нибудь будет говорить его и так-то вот в глаза трудно понять а когда он по телефону а многие из них прямо из индии звонят там по айпи телефоне и сложно то есть и нам надо говорить сегодня все говорят там сегодня 90 процентов людей на рынке это из индии то есть они более-менее говорят хотя некоторых трудно понятно говорят и русские и китайцы и в общем все кто сегодня на рынке в основном прилично говорят поэтому не сравнить с тем как было 20 лет назад или там когда вот мы начинали там 23 года назад когда человек мог сидеть в углу и его брали потому что есть другой русский которые в крайнем случае там скажут хотя он там сидел чуть ковырялся сейчас сейчас так нет никак митинги отжал там все каждое утро раз митинг раз митинг раз митинг и надо владеть ну на слух действительно у меня очень плохо и ужасно у вас просто практики нет вы то есть вы тракт водите а поговорить не с кем что-то ехать пора ехать пора да давайте еще минут пять десять и 11 часов потому что у нас план есть мы сейчас по единичке так я даже не знаю сколько это миль до Сан-Диего честно говоря даже не смотрел и мы даже не знаем где будем сегодня ночевать скорее всего это будет в машине любых гостиниц окей ну дорога живописнейшая да тут до Сан-Диего езды часов я не знаю на легковой машине я не знаю с какой скоростью вы движетесь но на легковой машине это было бы езды часов 10 но насчет меня вот скажем да это провал или все таки все в моих руках конечно все в ваших руках нет нет вас никто не может остановить но просто у вас есть некоторый путь который надо пройти как никого провала у вас нет вы где есть путь я должен его пройти вот вы едете в машине и вы можете разными вещами в это время заниматься там вы можете я не знаю там учить английский допустим как вы слушать какие-то там тейпы там ну в смысле что-то слушать там практиковаться и так далее а можете там что-нибудь еще делать можете по телефону там с женой разговаривать а можете ну я не знаю там видео снимать поэтому если вы фокусируетесь на английском вы видите у меня сейчас фокус английский и вперед а чё вот люди в россии живут они у них вообще нет возможности с живым носителем поговорить там где-нибудь в глубинке люди понимаете и учат сейчас такие приезжают обалдеть можно как люди говорят молодые там и постарше то есть сейчас столько возможностей вы говорите у меня фокус английский 32 года это достаточно молодой человек даже если вам было 42 вы абсолютно еще бы ничего не потеряли в смысле наших дел но должен быть фокусом вот английский все вперед значит дальше какая вещь в техническом смысле ничего сложного вот мы тут например не учим то есть все очень просто получается любая почти домохозяйка сможет если домохозяйка является хорошим пользователем то есть она домохозяйка в том смысле что она наверно не работает на предприятии а работает она дома но при этом у нее есть высшее образование при этом какой-нибудь при этом она хороший пользователь на в социальных сетях она пользуется какими-то приложениями на мобилках на своих там и тогда она живой такой пользователь вот и она может да но дальше начинается склад ума есть люди абсолютно алогичные и это тоже очень интересно то есть они может быть конкретно вот такой вот скрупулезную техническую работу не могут выполнять но у них их мозг может проворачивать такие вещи которые мы вот такие логические люди вообще у нас не уложится а у них а у них укладывается очень тоже важно важный способ мышления очень очень нужный у человеческому обществу но если нужно сидеть целый день поиски не могут сидеть целый день на месте я таких тоже знаю вот они скачут они носятся и так и вот драйверы многие не могут быть тестером потому что им надо вот понимаешь вот он не может сидеть у компьютера сидеть и сидеть и сидеть дальше все таки он должен быть по складу ума он должен быть таким логическим то есть шаг 1 шаг 2 шаг 3 там все он должен воспринимать то что ему говорят вот если которые не слышат других но он не слышит он себя слышит а других нет поэтому ты можешь пять раз повторить одно скажите и шестой раз тоже спросит и седьмой тоже жалко что не сказали а вроде а ты ему пять раз я когда первый раз с этим начал сталкиваться я думаю так не бывает а сейчас я могу сказать что бывает это всякое бывает с кем не бывает да ни с кем не бывает вот только вот с тобой ну да что еще в фундаментально в принципиальном плане самое главное что за этим стоит это упёртость вот если человек уперся его ничто не остановит у нас есть студенты вот мы же все время тоже обсуждаем тут с преподавателем и там в одной группе разные люди ведут вот мы обсуждаем я не хочу сказать что часто это бывает мы стараемся на ранней стадии до того как пришел его как-то отговорить но не всегда получается не всегда видишь и короче вдруг ну ё-моё думаешь но это точно это провал мы ничего не можем сделать ничего сделать нельзя ну просто ну вот руки опускают все ну то есть вот так все вот так уперся бьет в точку там два-три месяца работает не год нет два-три месяца и он работает он упертый он при этом как-то говорит по английски он ты не может быть при этом допустим без языки но так тоже нельзя вот но он то есть какая-то критическая масса должна там быть но я хочу сказать что вот эта упертость создает невероятный процент этой критической массы то есть у тебя упертость есть очень многие вещи те простятся как бы по жизни а потом прошло три месяца слушая уже вторую работу нашел а он уже чет соображает а проходит два-три года и ты смотришь на него и думаешь неужели это тот самый который вот но вообще и мы еще все говорили что ну 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 нет ну ну никак но не ну никогда так поэтому упертость конечно но не все люди упертые и некоторые люди создают критическую массу чем-то еще некоторые очень жизнерадостные активные а вот он заходит как родной вот девочки особенно бывают вот как родная она смотрит на тебя слушая то есть люди которые так слушают что прямо то как сливается с тобой вот тем как слушает и у каждого свой какой-то набор вот 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 этого создающего свои это критическую массу все по-разному есть люди они административные по натуре потом там строит процесс строил раздал организовал запустил проверил исполнение прекрасно идут они не технически они поработают полгодика там на чем-то таком так поймут систему и дальше движутся куда-то там в менеджмент тестирование менеджмент project management куда-то там но ты уже внутри понимаешь и ведь которые вокруг они же видят кто-то они как слушают почему ерунду зимой раз его туда перебросили людей это не хватает это же не тоже там одну позицию там сто человек все наоборот поэтому ценного кадра никогда не хватает поэтому раз видит какой-то талант бах вперед самая сложная это первая работа 2 3 5 10 они тебя уже находят а первую тяжело понимаете на самой сложной часть особенно если ты упрямый в том в плохом смысле упрямый вот тебе ты знаешь вроде как правильно тебе сказали как правильно но ты у тебя свое мнение а я пойду другим путем быть а я вот не так а у меня там я не знаю что и и все это все рассыпалось да это 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 процесс это какой-то драматический такой процесс особенно знаете когда вот ты идешь и друзья один из афганистана под пацан есть он вообще не учился нифига он сидел там игрался там еще что то вот мы все придумали что он там сидит в этом классе и сейчас он говорит меня дискриминирует он говорит все все русские уже работают вы трубки это все уже работают а я ему так ты тесты сдай ну тесты то сдай он говорит так мне же не имею меня дискриминирует я не могу тесты сдать а как же он издать если он никогда не занимался так я к чему говорю что очень трудно принять что все уже работают а ты вот тут сидишь очень трудно сказать это я это вам не проблема что-то я делаю не так понимаешь это же самое сложное сказать я что-то делаю не так как только ты говоришь я что-то делаю не так сразу находится решение все делается так и вперед на раз вот поэтому есть другая крайность когда человек говорит ну я тут в принципе ничего правильно сделать не могу совершенно нормальный адекватный человек нет а что кто и такой то что я не наценивать на себя нет ну а что будет вот они молодые кому я нужна там свои сорок там пять что такое вообще что за разговор такой но если ты себе не нужна в 45 так никому не нужно но также нельзя значит кому-то ты нужна в 45 кому-то нужно 54 значит что за разговор такой идешь на рынок значит там есть рынок большой там на всех есть для всех есть место ты же видел люди которые мы за 50 и они тоже могут и идут это это самый 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 старший возраст у вас учился 67 там реализовался ну насчет реализовался я не знаю но был дядька один он вышел на пенсию а у него жена была на 20 лет моложе и он на пенсию вышел и сидит дома и жер механику ну что и вот он подыхает дома но невозможно и жена на работе и он пришел я могут точно уверен что тебе нужно но не могу так но вот не то пошел 67 лет на рамках нашел работу я не за насчет самореализации хотя бы найти работу там до нашел но это правда было не знаю не знаю как бы сейчас он был но он уже был там 20 30 лет в стране у него совершенно свободный английский он уже здесь много лет работал то есть он был абсолютно социализирован ну возраст он такой маленький был дяденька ты не поймешь там сколько ему лет а бывает такой смотри 28 ему а выглядит на 46 таких сколько хочешь тоже вот поэтому как то так еще раз упертый нашел не упертый значит не нашел легкий хорошо пошел мрачный тяжелый понимаешь все время вот они вот это вот энергетика тяжелая плохо идет про меня что скажи это правда только но английский не знаю это понятно упертый если вы на внешность если вы не будете заниматься самокопанием а скажете себе есть задачи идет ну идем и идет все значит вы дошли и сразу вам все помогают и и мы тут вокруг да и высшие какие-то силы понимаете и люди когда вы на интервью пришли пришел легкий веселый счастливый довольный рвущийся в бой период тот же самый человек вот в плохом настроении пришел у него там 10 раз падает его искать пробивная способность понимаете то есть с какой-то энергией идешь это у меня получится опана уже половину шансов потерял знаете на случай расскажу у меня была женщина одна но ей вот ваша ровесница года 32 и было она значит абсолютно ничего в голову не берет знаете вот у нее хотя какие-то не может быть были там воспоминания какие-то были там травма я не знаю но пошла на на интервью в банк один и первый там какой-то русский было с ним нормально поговорила а потом американец пришел и она плакала проплакала все интервью она годами наверно не возьмут я поплакала ты чего ой это мне напомнил моего бойфренда с которым я были такие тяжелые отношения туда-сюда вот она его и эмоционально и расплакалась так они ее взяли они ее взяли да она еще говорит вы знаете как михаил там еще так неудобно было там слово такое забыла вот пока там это все на интервью вот такое слово все знают я бы а какое слово к этому я вот не помню ну все знают это слово оно такое даже неудобно что его забыл я бы ну какое две минуты мы вспоминали славы браузер интервью забыла слова браузер ее взяли на работу она через там неделю я я спрашиваю как там в банке то ну там она появляется и я бы как там она год ойгать михаил такая некомпетентность это вот все а там ребята работают я буду как там и гтг это вообще ничего не делает ходит только разговариваю целый день но она в голову не берет она на себя не вешает ничего она успешная она молодец она все знает с моей точки зрения может ничего не знает но но это не важно если она верит что она знает это передается и превратить и даже спрашивать тебя не будут до ночи время время ребята въехать ну хорошо но вы видит видео будете делать вас там камеры снимает да буду но я не знаю как она выйдет на пять дней едем на 7 даже может еще заскочим в гранд-каньон посмотрим где-то через неделю мы приедем только там очень классно видео да конечно знаете чё если вот если там средства позволяют возьмите вертолетную экскурсию он туда прямо этот каньон и там летает внутри там такие кадры там шумно конечно там звук вы потом одоложите это музычку но вообще у меня свой вертолет это коптер я взял кстати а вот туда кстати уже друзья можно самим и не рисковать туда этот пустил и вот и он летает ну хорошо это спасибо большое это что ладно хорошо согласились спасибо вам вот я так специально мне говорят ребята где стигать приезжаю все в 10 будут приехал на час раньше не думал что без пробных не жил но сюда с утра по идее должны быть пробки коня пройдена враги а где ваш факт этот где-то ранее на траке машине на машине легко такой сан-диего не на траке нет нет я думал бы так там по делам не так отдыхать и понял 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 я думал дед трак запарковал тут хорошо ладно давайте мы давайте мы ребятам привет передадим скажем счастливо и до новых встреч да тем более у нас тут леонид часто бывает наших краях будет заскакивать может еще увидимся